Нина Петровна, я знаю, что наши препараты Вы использовали в самом начале нашей деятельности, это приблизительно где-то там 7 лет назад, да? Нет, поменьше. Поменьше, да? Да. Использовали Вы их в Питопрепарате? Да, но мы подобрали группу, желающих. Возраст был, конечно, наверняка где-то от 25 до 45, и несколько пациентов было приличного возраста, ну, такие как вот за 50, скажем, даже и 60. Ну, себя уже я не знаю, куда отвезти. Использовали, да, этот Витопринол. Ну, начальная стадия была для нас это посмотреть, какие исходные данные были именно липидного обмена. Здесь проверялись холестерин, бета-липопротеиды, то есть липопротеиды низкой плотности, высокой плотности и триглицериды. В принципе, была группа, которая, ну, может быть, незначительное количество, с повышенным содержанием низких, вернее, липопротеидов низкой плотности, включая и триглицериды. А липопротеиды высокой плотности их было немного заниженное. Ну, как? Это говорит о том, что все-таки идет липидный обмен, идет в сторону ухудшения, что может ввести и к сердечным заболеваниям, и, возможно, часть была, у которых и, ну, была какая-то, может быть, легкая сердечная недостаточность. После применения бета-принол, это где-то в течение, по-моему, месяца, точно не помню, но не менее месяца пили этот бета-принол, Значит, повторное исследование оказалось, что участие, у большей части пациентов, которые участвовали в этом эксперименте, повысились липопротеиды высокой плотности. То есть, получается, что холестерин, хороший холестерин, он дал толчок к тому, что низкие уменьшаются, а высокие повышаются. Это говорит о том, что все-таки липидный обмен идет в лучшую сторону. Ну, что по самочувствию, тут, конечно, очень сложно говорить, как мы это чувствовали. Но, по крайней мере, мы же все равно определяем в конечном итоге по анализам. Если это идет улучшение, это лишний раз доказывает, что это все хороший препарат. Тем более, что он пьется неплохо, это без каких-то там побочных эффектов.